142 фотографии, на которых запечатлены исторические моменты. Для выставки к 75-летию победы в Великой Отечественной войне организаторы отбирали фото, в которых видна радость и настроенный скорейший разгром врага. Авторов многих снимков не удалось установить. Фотокорреспонденты наравне с солдатами находились на передовой и погибали в сражениях. Некоторые кадры знаменитых военкоров облетели весь мир. По одной из версий, этот исторический снимок был сделан 8 мая 1945 года, когда Евгений Халдей добрался до Рейхстага, над несколькими зданиями уже развивались красные стяги. Но у него было с собой знамя, он попросил бойцов сделать постановочные кадры. Они взобрались на крышу, тогда фотокорреспондент отснял две кассеты. Один из снимков приобрел мировую известность. Но чаще фотографы ловили эмоции, и на снимках видны неподдельные радость и счастье. Фотография «Комбат» еще одного фронтового военкора Макса Альперта непостановочная. Она сделана во время сражения на одном из украинских фронтов. Фотокорреспондент Макс Альпер запечатлел последний момент жизни бойца Красной Армии. Сразу после щелчка фотоаппаратовой на служащий погиб. Фотокорреспондент тоже был ранен в этом бою. Снимок он обнаружил случайно, когда проявлял пленку. Эта фотография стала символом советского сопротивления нацизму. Фотографии на заборе парка имени Зернова – это первый опыт таких выставок в рамках арт-проекта. Раньше на нем размещали экспозиции саровских художников или репродукции известных картин. Если ранее, когда был первый, допустим, запуск арт-забора, все больше смотрели на саму задумку, не вникали в суть. Проходили, если можно сейчас обратить внимание, когда мы прогуливаемся по проспекту Музрукова, многие горожане, гости города, они идут не спеша. Они просматривают, рассматривают. Некоторые останавливаются. Четвертую часть экспозиции занимают фотографии создателей атомного проекта и первых руководителей ядерного центра. Большинство фотографий ранее нигде не выставлялись. Они открывают для горожан великих ученых и создателей совершенно с другой стороны. Некоторые из них пришли в науку прямо с фронта. Тот опыт, который они приобрели, они его смогли реализовать. И уже как раз с 1945 года вложить свой опыт, свою силу, свои знания в создание атомного счета нашей большой страны. Выставка, посвященная победе Великой Отечественной войне и юбилею атомной промышленности, продлится весь сезон. А, возможно, фотографии оставят и до следующей весны. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Продолжение следует...